Приветствую на своем канале Сейчас будет небольшое короткое видео про разъяснения Хотя в старых видео я говорил, упоминал между делом всегда Но конкретно о том, какой же строй удилище кидает максимально эффективно Точно и далеко, да, вообще знаете, прекрасно Но вот в чем ошибка у людей Кто-то прочитал древние источники рыболовные Когда было написано, что плавный бросок в кастинге Я это до сих пор встречаю, когда рыболовные ссылаются на эти древние летописи Плавный бросок, он максимально дальний Тогда палки были при условии конусности Казалось бы, конусность делает удилище в тонкой части верхней загиб более фастовый Но учитывая, что бланки были тяжелые Либо это бамбук был клееный, либо это стеклопластик Они загибались все, они все были параболические Строй у них был все равно весь с учетом их тяжести Он все равно прогибал удилище во время заброса Оттуда это и пошло В современном мире люди в граффити выбирают тоже иногда палки регулярные Говорят, что или более длинные Они у них получаются регулярные во время заброса На изгиб через леску фаст В забросе там получается весь регуляр Называют это прогрессивным строем Нет никакого прогрессивного строя Забудьте, неважно, речь не об этом Говорят, что вот заброс дальний Это говорят люди, которые просто не умеют грузить жесткие фастовые палки Вы не умеете грузить бланк фастовый Чтобы он вам показал, что он и точнее и дальше Ваших параболических регулярных или регфастов, пускай даже палок Вот и вся разница Вы не умеете его грузить Огромное количество байткастров у нас Не умеет грузить Пиндосам, например, американцам им пофигу У них тяжелые композитные палки Они сами грузятся Даже при учетом того, что он там фаст Строй У них очень много, кстати, фастов А у японцев нет Ну, об этом я говорил-то отдельно тем Не важно Вот и все Кто говорит, что более параболичные, регулярные палки бросают дальше Тот просто-напросто не умеет грузить фаст Он щелкает верхней частью И все Кстати, продаю свой стелс Каскинговский 10-30 6,6 длина Прям самая техничная И при этом палка при такой короткой длине Очень дальнобойная При этой длине очень дальнобойная Если вы Он морковистый Он, если вы умеете загрузить Не сказать, что прям супер кол он Нет Но грузануть его надо Если сможете его загрузить Он выстреливает Вес у него Заявленный официальный был 113 Я говорил 118 Но он где-то 116 грамм Весит Короткая ручка Палка не твичевая, конечно же Фастовая Но в идеале Джиги Спиннербейты Свимы Неогроуз Это все ее Поэтому регулярные палки Их очень удобно грузить Они сами грузятся И людям кажется, что они бросают У них еще и далеко А Получается то, что они либо не пробовали фаст Либо наслушались руссфишинга Либо Либо они не умеют грузить фаст Который им попадался в руки У них не получалось Как бы они ни старались А это достаточно сложно Если человек начинающий Либо он просто не понимает Как это делать Он что-то там тужится Либо он всегда плавно бросает Он никогда не загрузит фастовую палку Но дело в том, что Еще раз повторю Фаст фасту рознь Вот стелс он фаст В том смысле, что его надо загрузить Чтобы он уже этот фаст превратился Во время заброса в регуляр Чтобы прогнулся Чтобы напряжение ушло в комель Чтобы он бросил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что же у меня катушка Думаю, что не бросает Перетормаживает Я поставил тефлоновые пятаки У меня текстолитовые сюда не подошли Под ось шпули А в ориге стояли Олдскульные медные пятаки Вот на медных прям А тут прям шпули Ну, хотя Тефлоновые Тефлоновые поставил Хотя я их не продавливал Чтобы там прям в канавку В ось ушла И она будет подтормаживать Ну, вот видите Тефлоновые пятаки не дают Даже с учетом микролюфта Я оставил такатаку небольшую Все-таки лучше текстолит Что-то твердое Либо медь Почему медные убрал? Потому что там износик образовывается Черненький Каждый раз Ну, как бы Не комильфу было Наверное, поставлю обратно Ну, в общем, вы поняли, да? Значит, почему Люди до сих пор В комментариях считают Что регулярный строй Бросает дальше Ничего подобного Просто вы не умеете Грузить Более жесткие фастовые палки Именно со стройным Прямо фаст Четким Потому что Есть, например Трехунцовая палка Регулярного строй Но она будет жестче Палки медиум Со стройным фаст Бросать во время заброса Если вы там Используете диапазон Который там указан На этой регулярной Жесткой трехунцовой палке Она все равно При забросе будет регуляр Она все равно Податливо прогнется А вот фаст У вас не получится Бросить по той причине Потому что Вы кончик У вас во время заброса Кончик-то всегда загнется А комлевая часть нет Как бы Кончик украл Энергию Которая бы должна была Передаться в комель А она А вы не умеете грузить По резким противоходам Именно правильным загрузом Смотрите алгоритм заброса Видео У меня с разъяснениями И у вас получился щелчок У вас получился Недалекий бросок Если даже нет перебежки У вас получился Неэффективный бросок И вы сказали Что фаст дерьмо На самом деле Просто В данном случае Вы поняли Что дерьмо В этом случае Просто ваше незнание И неумение Грузить фастовые бланки И вы говорите Зачем мне напрягаться Ну тогда не говорите Что регуляр бросает дальше И точнее Этого нет Вот и вся обычная Вот и весь обычный Каламбур на эту тему Если хотите Эффективно Далеко Точно Бросать То это конечно фаст Понятно что чем длиннее фаст Который переходит в регуляр Вам там сам бросает Грузит Но Я неспроста Сказал про Каскинг стелс Длиной 6.6 Достаточно Морковистый Достаточно фастовый И когда вы его Загружаете Это не значит Что я его Когда загружаю Он вот так Нет он так не согнется Но энергия Которую я передал В пломбливую часть Чуть-чуть Его даже подогнуло А чем дальше Тем изгиб еще больше Этого достаточно Вместе с фастовым кончиком Который еще больше прогнулся Этого достаточно Чтобы Послать На коробке Приманку далеко и быстро Спасибо за внимание